Просторная детская игровая площадка находится между домами 12 и 13 в 15 квартале поселком их завод. Ухаживают за ней, содержатся в чистоте и украшают цветами жителей 12 дома, потому что она располагается с лицевой стороны их здания. Но совсем недавно жители узнали, что по кадастровому учету площадку отнесли к 13 дому. Горожане попросили на личном приеме у главы Самары Елены Лапушкиной посодействовать в межевании территории, чтобы управляющие компании совместно с жителями официально могли следить за состоянием своей площадки. Была старая, еще не было новой площадки, комфортные среды и дороги, и все, парковки. Мы убирали ее. Всегда. Это с 1973 года. Как мы вошли в дом, эту площадку мы всегда обиходили. Глава Самары рассказала, как это можно сделать. Нужно составить план территории и провести публичные слушания. Через несколько месяцев изменения будут приняты в силу. Кроме того, глава Самара обсудила с жителями возможности дальнейшего благоустройства площадки. В частности, укладки антитравматического покрытия по региональному губернаторскому проекту «Содействие». Это вот для того, чтобы людей подтолкнуть, ухаживать за своей территорией. Чтобы у людей был действительно такой живой интерес. Когда бесплатно, мало кто заботится, так как вы. А когда копейку вложил, уже понимаешь, что это свое. Еще одно обращение главе города было также от жителей Красноглинского района. И касалось проведения капитального ремонта фасада дома номер 19 по улице Сергея Лозо. Дом начал проседать в 1985 году, особенно со стороны четвертого подъезда. Жители просят укрепить фундамент и отремонтировать фасад. Глава Самары поручила выполнить это в следующем году по соответствующей муниципальной программе. Нам надо начинать с экспертизы, составление сметы и включение в нашу программу. На 2023 год. Поручения по каждому обращению были внесены в протокол и переданы в профильные департаменты и районы администрации. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Константин Головин. События.